Съемочная группа телекомпании «Видное ТВ» познакомилась с Настей Скачковой в середине сентября. Настя стала автором рисунка победителя для выставки по случаю открывшейся спортивной площадки УВХТЛ. А еще за несколько дней до этого Настя нарисовала рисунок. Нас попросили для украшения нашего стадиона для стены нарисовать эскизы рисунков. И потом проводился конкурс, и вот результат. Надо сказать, что Настя учится в математическом классе. И среди одноклассников чуть ли не единственная откликнулась на призыв поучаствовать в украшении стадиона рисунком. Итак, ученица 10 класса принесла домой сертификат на поездку в Олимпийский Сочи для всей семьи. Дальше события развивались следующим образом. Настя позвонила, сказала, что ждет сюрприз вечером. Вечером, когда я пришла домой, ее не было, она была на танцах, лежал сертификат о том, что она выиграла в конкурсе, и ее награждают семейной путевкой в Сочи. Мама Настя насторожилась. Папа Настя так и вовсе усомнился. В то, что сказочная история происходит с его семьей, поверил только, когда сел в самолет. Семьи запланированных дней у моря. Признаются, что не только не планировали, а и не мечтали. Отель трехзвездочный, море теплое. Две экскурсии, входящие в путевку. Правда, семья Скачковых и все остальные дни на пляже не сидела. А ускакала в горы. Именно горы стали самым ярким впечатлением поездки. Синие зубки города Сочи будут нам сниться всегда. Если вы поедете еще в Сочи, то поедете в город. Да, лучше зимой. В отеле не обедали. Некогда была Красная Поляна, Абхазия, сам Сочи. Очень изменившиеся за последние годы. Сожалеют, что в Олимпийский парк не попали. Формула-1 вмешалась. Ее, к слову, тоже не увидели. Билеты надо было покупать за полгода. Но кто ж знал. Остались фото, видео, воспоминания. Еще не все сувениры разошлись до адресатов. Расспросы друзей, коллег и одноклассников. Все спешат уточнить подробности. Наверное, завидуют, но все молчат. Никто не скажет. История о том, как десятиклассница Настя свозила всю семью к морю, закончилась самым благополучным образом. К слову, Настя в июле была у моря в Болгарии. Потом в августе с родителями в Ейске. Такой вот урожайный год. Что ж, рисовать следует даже тогда, когда живопись совсем не призвание, а сказки и чудеса случаются совершенно неожиданно. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова